Четыре месяца родители второклассник 114 школы не находят себе места. В ноябре в их класс перевели мальчика, который ежедневно отравляет жизнь их детям. Мальчик может просто встать посреди урока, кинуть стул, либо ткнуть одноклассника острым карандашом. Ну, еще больше он может ударить девочку, то есть только потому, что они не пускают его в раздевалку, в женскую раздевалку, где они переодеваются на физкультуру. Угрожал изнасиловать учителя, проткнул ручкой десну однокласснику, показывал половой орган на уроке, перечисляют родители. У нас много за год, кто не хочет продолжать работать с нашим классом из-за этого мальчика. То есть постоянный конфликт учителя английского, ей тяжело преподавать, учитель физкультуры, постоянно под срывом и отказывается вести у нас уроки. Родители систематически снимают побои своих детей и с просьбой огородить их от маленького изверга стучаться во все инстанции. Но, по их словам, даже директор упорно закрывает глаза на происходящее. Дочь моя переодевалась после физры, он зашел на нее, посмотрел и дал ей пощечину по лицу. Его потом отвели к директору. Ну и все, и опять же сделали так, что моя дочь оказалась виноватой, что она сама к нему лезет. Откуда в ребенке столько агрессии и сексуальной распущенности? Родители полагают дело в обстановке, в которой живет мальчик. У них семья, полная семья. Но он, как мне дочь рассказала, он не отец ребенка, он отчим. Он его избивает. Причем это во всей школе говорят, что его избивает отец. По словам психологов, такая версия имеет место быть. Дети часто транслируют то, что наблюдают вокруг. Например, ребенок видит какое-то жестокое обращение физическое или сексуального характера тоже. Иногда такое бывает, когда ребенок случайно, нечаянно увидит, например, картину, любовную картину, так скажем. Тоже своего рода, тоже вызывает подобную реакцию. И они не знают, что делать с такой энергией. Для сложных детей, говорит психолог, есть кризисные центры и спецорганизации. Но работу там проводят только с согласия родителей ребенка. А вот школьный психолог уже должен был поработать с мальчиком. Мы позвонили директору. Ситуацию вы можете прояснить, все вопросы задать учредителю школы. Учредитель городской комитет образования заверил. Ситуация на контроле администрации школы, органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности индустриального района. Но родителей это не успокаивает. Наша редакция направила запрос в органы опеки. Мы продолжим следить за развитием событий в школе, где родители второклассников пока могут расслабиться только на каникулах. София Цинк, Алексей Фризин. День с толком.